Сегодня хочется поговорить о теме, которая идет с чаем очень близко. Иногда переплетаясь в одно, иногда ассистируя друг друга, аккомпанимируя. Речь про нефрит. Наряду с шелком, драконами и чаем нефрит, можно сказать, является визитной карточкой и узнаваемой подписью Китая. История знакомства китайцев с нефритом в прямом смысле многотысячелетняя. Проследить ее можно вплоть до каменного века. Нефрит не сразу стал тем магическим камнем и предметом эстетических восхищений. Изначально из него изготавливали гораздо более суровые предметы, а именно топоры и ножи. В этом качестве нефрит значительно превосходит кремень, но, в отличие от кремня, нефрит обладает очень высокой ударной вязкостью. Его чрезвычайно трудно расколоть или сколоть. Зато при ударах он незначительно сминается. При этом его твердость от кремня отличается не настолько уж. По шкале МООСа у кремня 7, нефрита до 6,5. Если что, алмаз 10. И вот это его свойство быть одновременно твердым и мягким, вы, пожалуйста, запомните и в дальнейшем мы к нему вернемся. По прошествии многих тысяч лет люди научились обрабатывать металлы. И нефрит перешел из роли материала для изготовления орудий и оружия в фазу материала сугубо ритуального. Его было слишком мало для повседневного прикладного использования, да и металл в обработке куда проще нефрита. Из нефрита, например, стали делать диски B, символизирующие небо. Это амулет распространенный по сей день. Много таких дисков встречается. Гадательные таблички из нефрита стали делать. А даже в некоторых целях, в некоторых случаях, целые погребальные наряды из скрепленных между собой вот таким вот примерно образом нефритовых плашек, которые должны были гарантировать комфортное путешествие в дальнейшее по смерти человеку, который отправился туда. И тут стоит сказать о семантических аспектах нефрита и о его месте в магическом и мифологическом сознании. Есть в Китае горная гряда Кунь-Лун-Шань, что в переводе «драконьий хребет», где до сих пор находится одно из месторождений нефрита, хотя и порядком уже за эти тысячелетия выработанное. И если гора – это хребет дракона, то нефрит в этом смысле является его окаменевшим спинным мозгом, фактически запечатанным средоточием жизненной силы. Конфуцианцы приписывали нефриту качество присущие благородному мужу. Собственно, нефрит являл собой полную аллегорию благородного мужа. Помните про свойства нефрита быть одновременно твердым и мягким? То же самое относится к благородному мужу. Он твердый, но не до жестокости, и мягкий, но опять-таки не как размазня, одновременно гуманный и мужественный. Нефрит на просвет прозрачный, хотя и не полностью. При этом виден его цвет и внутренняя структура, что символизирует внутреннюю чистоту и открытость. Но он не прозрачен как стекло или как алмаз. То есть внутренне чистый, открыт он, но не до вульгарности и грубости. Еще про звук история, которая раздается при постукивании таком нефритом и нефрит. Он, если он довольно тихий, он приятен для слуха и чист, что соотносится с мудростью и чистым сознанием. А его мягкие блески и внутреннее тепло отсылают нас к дружелюбию и человеколюбию. Из магических свойств нефрита проистекали и способы его ритуального применения. Пример для того, чтобы наделить лекарства жизненной силой дракона, пестики и ступки для измельчения снадобий делались и нефрита, а также ложки для употребления снадобий. Когда лекарство такой ложкой зачерпывалось, то оно напитывалось свойствами камня и больному передавались и жизненные силы дракона, окаменелая и качество благородного мужа соответственно. Если же этого было мало, то даже практиковалось употребление в пищу измельченного камня, чтобы уж точно все свойства нефрита были усвоены. Из-за того же, чтобы изгнать из пространства недружелюбно настроенных злых духов или излечить душевную болезнь человека, из нефрита делали колокольчики или такие вот гроздья позвякивающих плашек. Как вы помните, звук перестука камня соотносится с мудростью и чистотой сознания. То есть всякая злая нетость вот этот звук особенно не любила и психические заболевания тоже человека покидали. Словом нефрит в Китае называется не только непосредственно сам нефрит минералогический, но например жадеид, который до недавних времен тоже называли нефритом. Собственно слово джейд, жад, это все обозначение нефрита. Причем по своим физическим свойствам жадеид даже превосходит нефрит как таковой и вот по той самой шкале Маоса его твердость 7, а по ударной вязкости он прям самый прочный минерал на земле, но топоры из него делать было гораздо сложнее, потому как если условно нефрит классический можно было обрабатывать кремнем, то для сверления полировки жадеито нужен был уже какой-нибудь корунт скажем или топаз. Поэтому долгое время жадеид оставался несколько в тени нефрита, а потом он уже из нее вышел. Однако жадеид белым вот не бывает. Как мы все знаем или не знаем в Китае самый ценный нефрит это белый нефрит и чаще всего жадеид он такой либо зеленый, либо бирюзовый, в общем все оттенки зеленого. Причем нефритом называют не только нефрит и жадеид, который нефрит, но и в том числе опал могут назвать нефритом, яшму могут назвать нефритом, хотя там семантически они очень разнятся друг от друга. Вроде как нефрит это более янский, не более а прям янский камень, а яшма скорее женственный камень. Например еще много змеевиков также нефритом называются. Например тайваньский мой юй, который чернильный нефрит, это все-таки по науке змеевик. Часто сталкивался с сомнением, что нефрит бывает только зеленый. На самом деле даже если говорить по науке, то диапазон расцветок непосредственно нефрита очень широк от чисто белого, которых я уже говорил ценится более прочих в Китае и чайных кругах не только Китая. До самых разных оттенков желтого, разных оттенков зеленого, иногда даже вот синеватого я бы даже сказал такого. Слышал и читал также про красный, но ни разу в живую его не видел и нет уверенности, что это непосредственно прям вот нефрит, а не какой-то еще камень. Отдельно хочется сказать про корку. Она появляется на гальке, на речном нефрите. Сама галька получается, когда кусок скального нефрита или скальника оказывается в реке и за долгие годы, десятилетия, столетия все острые края укатываются в условный шар. По итогу все вкрапления посторонних минералов и металлов образуют на поверхности неповторимый узор, цвет которого может быть от коричневатого до красноватого, иногда тоже зеленоватого, черноватого, смотря что вкрапилось. Для меня лично нефрит долго был таким что ли комплектом образа чайного человека, что должен быть дзин, сандал, нефрит, кимоно. А потом камня стала тянуть честно, откровенно. Потом долго придирчиво подбирал все вот эти камушки, сверлил, составлял браслеты. Причем то, что я вначале рассказывал про свойства камня, я вычитал далеко не сразу. Скорее сам для себя открыл и был приятно удивлен, когда оказалось, что вроде как разных культур сформировалось очень похожее ощущение описания камня. То, что касается качества благородного мужа, твердый, мягкий, внутренний блеск. В личном взаимодействии с камнем хочу выделить большую тактильную составляющую. В сравнении с условно привычными украшениями, серьгами, кольцами, которые чаще просто смотрят, нефрит хочется обильно трогать сейчас. Я бы назвал тактильным созерцанием. Будь то вырезанный предмет или речная галька, очень прям приятно долго сидеть и наминать его в руке. У него действительно исходит ощущение пластичности и мягкости. Если это какая-то вырезанная фигурка, то пластику, изгибы и переходы камень передает просто идеально. Хорошо выбирает в себя тепло руки, нагревается. От обильного трогания проявляется такое свойство, как жунь. Маслянистый жирный блеск, который приятен глазу и дает успокаивающий эффект. Фактически происходит наработка и полировка кожи собственных рук. Звук, про который я говорил ранее, тоже очень насыщающий. Люблю погреметь браслетом, сняв в руке. Тоже настраивает на спокойный, чистый, эдитативный. Если говорить про именно вырезанные скульптурные предметы из нефрита, я бы вот отдельно хотел про этих бычков сказать. Помните, я говорил про корку, которая образуется на поверхности камня, когда галька долгое время лежит в реке, появляются какие-то вкрапления. И вот эти бычки, это очень удачный вариант, когда корку на поверхности камня просто идеально обыграли. То есть часть этой корки она стала землей, на котором бычки лежат, часть стала рогами, которые другого цвета относительно всего прочего тела бычка. Когда удается корку вот таким образом обыграть, это просто вершина мастерства. И вот конкретно даже эта скульптура для меня идеально, образцово, показательно лучший представитель китайской творческой мысли. Не знаю, как сложится именно ваше личное общение с нефритом. Будете ли вы его носить, будете ли вы держать его у себя на чайной доске, или же этот камень будет скорее таким вот комплектом образа чайного мастера, камнем, на который можно прийти, полюбоваться в экспозиции музея. Но можем, по крайней мере, пригласить вас полюбоваться на предметы из нефрита у нас в клубе, чайной культуры на Арбате. В других наших клубах тоже есть нефритовые предметы. В любом случае посмотреть, потрогать. Потрогать, как я уже говорил, нефрит очень приятно. Советую. До встречи и здесь, и в других наших чайных клубах. С вами был Сарев. Пока-пока.